сегодня наступил следующий день нам осталось здесь находиться еще два дня после завтра рано утром уезжаем надо добраться догнаться солнцем чуть-чуть еще под загореть тут было несколько посмотрим дней и мы сегодня хотим съездить на автобусе на пляж Мор Шуази что-то он нам понравился такой большой широкий где-то столовка сегодня слегка облачно но тепло и дождя не обещали вот когда мы приехали когда мы приехали гроздь бананов бананы были маленькие сейчас уже большие но не желтые я думаю до нашего отъезда не так и не пожелтеет мы опять на центральных улицах приятного городка курортного турфирме предлагают разные экскурсии в основном катапарон тут достопримечательно есть так по большому счету то и немного на острове ну короче может других более серьезных местах такие места даже достопримечательностей бы не называли но страна маленькая интерес мы там кое-где поездить видео посмотреть возьми я завтра возьму давай посмотрим что здесь есть надеюсь цены видно, я тут все перечисать не буду вот алоэ вера с мякотью напиток из лечи 30 рублей там напитки в холодильнике меринго разная саранап 25 рублей чай по 32 рублей шоколадки ну здесь хорошо видно саранап мохитовый меринда с зеленым яблоком малиновая меринда здесь ананасовый где-то был небольшой ванильная тоже ничего такого аромата всякие булки тут вообще это кондитерская не кондитерская булочная вот ну такой небольшой магазинчик а там сувениры алкоголь чисто сувенирная продукция все это в супер ю или в других магазинах стоит дешевле вот допустим такая вот точно такая же 400 а вот эта 295 точно так же вот такие небольшой магазин которых много здесь везде ну вот идем по набережью еще раз это гранд бэй общественный пляж такой не самый лучший это с кому вообще лень куда-то ходить вот этот магазин duty free здесь никого нет вся фишка в том что здесь алкоголь сигареты парфюм гораздо дешевле там несколько раз дешевле чем полицейский тут регулятор несколько раз дешевле чем магазин но покупая здесь ты там даешь паспорт обратный билет это тебя регистрируют и ты обязан купленное здесь по дешевой цене вывести из маврики то есть употреблять здесь нельзя а если здесь употребляете тогда там внизу мелкими цифрами написано другая цена то есть для употребления здесь и получается все дорого это так на заметку ну а если вы обманете купите здесь тут все уже разузнали три раза в магазин ходили выяснять детали потому что там алкоголь элитный хороший дорогой в смысле недорогой качественный дешево стоят такие безакцизные безналоговые цены можно конечно купить по дешевой цене здесь выпить но в аэропорту потом придется заплатить при вылете все налоги иначе не выпустят то есть как бы выгода сомнительная ну или надеяться что проскочить так нибудь не знаю потому что данные вводятся паспортные данные вводятся и данные о рейсе вылета но если только потом билет поменять а ты куда побежал то а ну да да сегодня четверг пятница субботу на утро мы уже уезжаем вот экспресс порт луи 215 мы на нем ездили думали без остановок раз экспресс ааа ну и такие же остановки но может чуть чуть поменьше чем у обычного автобуса зато там есть кондиционер чего в простых автобусах нету там только открыты окна ну и цена повыше сразу два вот чтоб сесть на автобус надо дойти до остановки там басток табличка написана вот стоим на остановке ждем автобус вот 82 только в другую сторону нам надо в нашу сторону на пляж в автобусе едет 4 автобуса 82 95 228 и 20 ц и вот стоим уже 10 минут ни одного автобуса нету странно в час пик ну ладно мы терпеливые билет туда стоит 25 рупий на человека еще раз напомню 1 евро 1 евро 38 рупий надо когда едешь на автобусе называть название остановки ну или хотя бы район городок поселок куда едешь потому что от этого зависит цена за проезд то есть как бы сесть в автобус и сказать там день вылезу где-нибудь куда-нибудь отвезите так не получится высадят сразу это так попробовали автобус 3 метра проехал остановился и сказали идите подумайте ну вот наконец-то мы сели на 82 автобус водитель тут резкий любит резкие трогания и резкие торможения дверь открыта окна все открыты кондиционеров нет но когда едет ничего так жить можно билет не 25 24 рупий стоить один два билета 48 рупий билет надо охранить до конца поездки тут кондукторы часто проверяют ходят проверяющие ревизован не 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 Давай вывезем, потом опять сядем на этой. Вот следующая остановка, вот бас стоп написано. Ну вот мы добрались наконец-то до этого пляжа, ехали минут... Мы ехали минут 15 наверное, вот, подходим в Шезланге, в прошлый раз не было. То есть тут как бы полкилометра туда, километр туда, но в сторону пойдем конечно, а что тут напротив остановки. Вот, так я же тебе предлагал, говорю, сюда лучше съездить. Все разнообразие, и волн нету, и вода такого бирюзового цвета. А вот там где темные пятна такие, это либо камни, либо водоросли. Вот я под водой вчера плавал, с маской, снорклинг короче. Там вот где такие вот темные пятна, там ежи попадаются, ежей много. Хорошо хоть медуз нет. Вода спокойная. Вот, завтра мы сюда не поедем. Наверное, на Перебер последний раз. Перебер, конечно, самый, ну такой, в нашем районе самый красивый пляжик. Но он маленький, и туда со всей округи народ едет, и как бы после полдесятого там уже свободные места очень трудно найти. Ну вот, нашли мы место для Лёшки. Приземлит все здесь. И пойдем купаться. Народу с утра тут вообще никого нету. Ну, есть тут единицы какие-то. Инфраструктура тут не очень развитая. Но, в принципе, по большому счету нам и не надо. Пряж прибранный вон тут. Куски кораллов. Открываются перед нами просторы Индийского океана. Вот там прямо, практически через тысячу километров, вот там, Мадагаскар находится. Ну там 800 километров где-то. Облака появились. Ну вот, пока я тут лежал, товарищи плавали, наслаждались мы все отдыхом. Тут втихую, незаметно, нас со всех сторон оккупировала индийская диаспора. Какие-то ритуалы вон там. Свечи свои, эти палочки ароматные, ароматические, зажгли цветы. Не знаю, что это обозначает, но, наверное, какой-то у них там праздник. Вот они себя тут закусь взяли, пикники. Вот. Что-то я подозреваю, что поедят. Все это грязь оставят. А может быть уберут. Может я как-то что-то не понимаю. Вот. Сейчас индусы будут наслаждаться жизнью. Да, веселуха. Слава Богу, их немного. Я думаю, напрягать не будут. То есть не будут кричать и выяснять отношения. Народу прибавляется, кстати. Ну вот, солнце в зените. Самый пик солнечной активности. Не в тени находиться очень неприятно. Море. Сегодня из-за того, что волна, вода немного длинновата. А так вообще обалденно. Как парное молоко. Как в ванной. Да. Скоро уезжать и не хочется. В тиске много обломков кораллов. Очень много. Зато и ежей нет. Да. Что-то народу не очень много. А. Можем их все в тени. Под деревьями. Переда не поломки. Там как-бы обрыв сразу. Вода, узкая полоска берега и потом обрыв. Подъем такой. Высокий берег, как это правильно называется. Вот, возвращаемся назад. Вышел на солнце погреться немного, лежали мы в тени, в тени козуарин вдоль всего берега. Водоросли даже принесло к берегу. Какое-то такое, легкое волнение. Приятно, ветерок дует, освежается. Товарищ наслаждается жизнью. Не хочется уезжать. Хотя надо. Через некоторое время еще куда-нибудь поедем. Вот они, обломки кораллов. Полно на берегу валяются. Ну, а вот это, еще раз добрый вечер, знаменитый на весь Гранд Бэй гипермаркет Супер Ю. Два этажа, десятки бутиков, один большой магазин там, где можно купить практически все фудкорт, где можно покушать разную восточную еду. Да и местную. Да и местная тоже восточная, не западная же. Вот. Сегодня мы хотим, хотим поужинать в индийском ресторане хэппи раджа. А почему индийский? Мы же не в Индии, а потому что основное население индусов, индусов. Маврикия это индусы, то есть для них это как бы нормально, не чужое. Вот. Кинуть монету хэппи раджа или хонг-конг палац. Ну пойдем в хэппи раджо. Так. В ресторан надо ехать на лифте. На первый этаж. О! Осторожно, двери закрываются. Тут перерыв с полтретьего до шести. Оборочу вот меню тут. Южная индийская, северная индийская кухня. Напитки, пиво по 120. Такие, не знаю, мясные блюда с мясом 350-360. С сыром овощные 250-260. Короче, сделали мы такой выбор. Пока еще не озвучили. Татьяна. Проишлая мансода. Я входит джуз. Ананас винара по 80 рупий. Панипури за 130. Попробовать. Ну как попробовать в Индии, такие вещи нравились. Чикен виндалой, это южно-индийская кухня. Паниртика масала. Рис и гарлик нан. Рис 70, гарлик нан 70. Посмотрим, что там было. В принципе, сделали заказ. Я уже сказал, что у нас там было. Тут какие-то закуски или специи, приправы. Ресторан такой. Называется хэппираджа. Ничего стильно. Он только открылся в 6 часов. Тут перерыв был с обеда. Вот. Так что вот так. Ну что, сейчас будем пробовать. Вид тут такой открывается хороший. Будем пробовать давать оценку блюда. Все, тут принесли какие-то чипсы. Ты куда? Это надо мазать на эту. Нет, там вот мазать. Вот. Сказали посидеть, перекусить. Сейчас попробую, что это такое. Да не туда макать-то. Можно так? Не надо. Вдруг кто кушать будет, а то да еще. Сейчас попробуем, что это такое. О, это чили. Ммм. 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 Давай пробуй. Сейчас попробую эту еще. Булей. Ммм. 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 Ну, короче, пока нам еду готовят, пару слов о поездке. Поездка наша заканчивается. Могу порекомендовать, кто ни разу не был, в Маврики съездить. Здесь все-таки лучше, чем хуже. То есть, скажем, больше плюсов, чем минусов. Особенно те, кто были только в Юго-Восточной Азии. Таиланд, Вьетнам, Индия. Здесь и почище, и сервис на уровень выше. И пляжи чище, и такие райские местечки укромные есть. То есть, как бы, и для посещения годится, и для галочки годится. И посмотреть здесь есть, что. И погода хорошая, и вода хорошая, и достопримечательности какие-то есть. Пока не забыл сразу, говорю, деньги, если при этом. Меняйте в аэропорту, там самый лучший курс. Можете поверить, я весь остров объехал, во все обменники заходил. Там курс хуже, в аэропорту лучше. Вот я когда... Мы приехали, 38-35 был. В обменниках выше 38 не поднималось. Ну, это так. Пока не забыл сказать. Ну, сейчас мы ждем очередного... Угощение. Сейчас попробуем эти чипсы съесть. Соусы-то острые, конечно, там все засады. Принесли по нейпори. Я их заказал. Шарики такие. Вот эту жидкость, бульон, надо наливать туда внутрь и кушать. Сейчас Татьяна Владимировна покажет, как надо это делать. Соки принесли тут. У нас безалкогольный вечер. Хватит хрустеть. Я тебя сижу. Хорошо. Татьяна Владимировна отказалась. Вот это шар. Ну, ладно. Там картошка. Бобы. Нет, там не бобы, не картошка, даже чечевица. Вкусно? Вкусно. Вкусно, не острый. Кисменький такой. Тамариндовый шум. Там она. Олег, не снимай. Там уже еще публика пришла. А, они на балкон пошли. Тут красиво. Фонарики какие-то старинные. Кондиционер. Воздух прохладный тут. Официантки такие. Ничего. Ну, вот тут на балконе тоже можешь сидеть. Ну, это для любителей горячей. Ну, это для любителей горячей. Посидеть на горячем воздухе. Это кажется, что там темное пасмурно. На самом деле, температура воздуха там зашкаливает. Я пока сюда шел, здесь промок до нитки. Пропотел хорошо, как в бане. Закушки съели. Пани Пури съели. Чипсы съели. Приветственные. Я так понял, что они фри. То есть, даром. Вот. Ждем основных блюд. Вот, короче, сидим уже 50 минут. Съели эти репешки. Шаршары и тишина. Ну, вот, объясню. Вот, панир Тика Масана принесли. Это жареный сыр со специями. Это чикен виндау, сказали. Very hot. Вот. Ну, рис я мешать не буду. Понятно, рис. Гарлик нано. Это лепешки с чесноком. Ну, с Богом. Ты будешь что, Масалу? Я все буду. Попробуем. Давай, накладывай. Посмотрим, как это выглядит. Не прошло и полгода. Не, выглядит все нормально. Обстановка хорошая. Обслуживание супер. Такое чувство, что тут один повар только на всю компанию. И вот, по очереди мы пришли вторые. Вначале, полчаса назад принесли тем, кто сзади нас. Они первыми пришли. И вот, через полчаса принесли нам. А тут народ еще подтягивается. Ну, как? Аппетитно? Выпьете, да. Ну, попробуй. Всеми пробуй, расскажи. Все как надо. По-индейски. Ну, хорошо. Сейчас я тоже буду пробовать. Вот, наконец-то я себе положил. Попробую это чуть-чуть. Виндаву. Это блюдо южно-индийской кухни. И сказали, что очень острое. Мне придется больше ложить, потому что я знаю, что Татьяна это все будет игнорировать. На, нанчик. Надо вот так вот брать и есть. В Индии у нас был... А, там есть горлик-баттер с маслом. Курица чувствуется. Кокос чувствуется. Специи чувствуются. Остроты нет. Для меня это так, пощекотать язычок. Надо было продолжать.